Среди журналистов Александр Ландо славится любителям давать пресс-конференции, да и в принципе общаться с журналистами. Вот и сегодня Александр Соломонович уделил больше часа представителям четвертой власти. Ответы на самые интересные вопросы предлагаю послушать из первых уст. В июле депутат Госдумы Вячеслав Володин решил поставить точку в истории строительства нового ТЮЗа. 100 миллионов рублей должны были выделиться из федерального бюджета, еще 100 из областной казны, 50 из городской. В итоге долгое время муниципальная и региональная власть не могли решить, что будет достраивать здание театра. Это партийный проект, который будет совместно всем делаться, в том числе и правительством Саратовской области, прежде всего губернатором. И не исключено, что Олег Васильевич Греченко может как раз проект этот партийный вести. В конце июня Россия заговорила о лагере «Чистые ключи». Сначала оттуда сбежали 10 воспитанников интерната. На следующий день в бассейне утонул подросток. Федеральные чиновники обрушились резкой критикой в адрес областного руководства. На защиту чиновников встала Наталья Старшова. Спустя месяц Старшова подала в отставку. На ее место пригласили депутата облдумы Марину Алешину. Когда человеку предлагают двигаться по горизонтали, то естественно стоит вопрос, а зачем? Марина Владимировна Алешина занимает такой же пост, как и Старшова, но с точки зрения только разной ветви власти. Но зачем за счет одной ветви власти усиливать другую ветви власти? Скандал в «Чистых ключах» активно обсуждали на федеральном уровне. Столичные журналисты пригласили известных саратовцев поучаствовать в ток-шоу «Справедливость». Однако самолет с депутатом облдумы и уполномоченным по правам ребенка воздух так и не поднялся. В проведенной прокуратуре проверкой установлено, что работники ООО Саратовской авиалинии своим действием по изъятию проездных документов, не имея оснований, предусмотренных законом, осуществили односторонний отказ от исполнения обязательств. Было предложено уволить кассира, выдававшего эти билеты, и привлечь к дисциплинарной ответственности двух сотрудников Саратов-Авио, которые непосредственно участвовали в высадке самолета. За нами остается право обратиться в суд. Вообще судебное разбирательство для Александра Соломоновича дело привычное. Последнее громкое дело Ландо против Фитлихера закончилось в пользу первого. Сколько на этот раз областной депутат отсудит у компании Саравия, неизвестно. Однако, как показывает практика, Ландо судиться может годами. Михаил Терентьев, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.